Добро пожаловать, ребята, на мой канал. Меня зовут Эви Маветти. Вы сможете представиться? Да, меня зовут Гюль Чихра. Я представляю Казанскую государственную академию ветеринарной медицины. Работаю я руководителем отдела международных отношений и академической мобильности. Сегодня я собираюсь встречаться с представителями развития университетов в УЗК Казани. Наши первые вопросы. Как обучаются иностранец студентов в вашей университете? У нас изначально студенты поступают. Если студент не знает русского языка, он может пройти обучение в Центре Давыдовской подготовки, где он год будет изучать русский язык, а потом уже поступить на основное обучение по направлениям, которые готовятся в нашей академии. Это ветеринария, зоотехния, ветеринарно-санитарная экспертиза. У нас есть технологи пищевой промышленности. Когда студент к нам поступает, он в первую очередь встречается с сотрудниками международного отдела, который занимается визовыми вопросами, вопросами регистрации у нас. Размещаем студентов в общежитии, где у нас студенты имеют полное право проживать. А потом они начинают ходить к нам на занятия. Уже за процессом обучения у нас наблюдают деканаты, с ними работают кураторы, с ребятами. По всем вопросам, конечно, первый период очень достаточно сложный, когда ребята приезжают, у них такой адаптационный период. И со всеми своими вопросами, которые у них возникают, они всегда могут обратиться в отдел международных отношений к нашим специалистам. И всегда наши специалисты помогут, разъяснят, как правильно поступить в той или иной ситуации. Они действительно прилежны студентам? Вы знаете, разные бывают студенты, в зависимости, наверное, от того, какую цель для себя студент ставит. Если он приехал действительно учиться, процесс обучения сложный, непростой, тем более он идет на русском языке. То многие студенты очень прилежно относятся к своей учебе, получают отличные отметки. Преподаватели у нас всегда идут навстречу, понимая, что язык русский очень сложный, на первом курсе есть трудности. Преподаватели идут навстречу. Ну, а кто уж ленится, скажем так, то при первой сессии они все равно начинают понимать, что все-таки приехали они сюда учиться. Спасибо за ответы. Это все правильно, я знаю. Да, вы были нашим студентом, да, и Ви у нас учил русский язык. Да. Вот, поэтому он знает, что сначала тяжело войти в работу, в учебу, думает, что приехали, вот родителей нету, тут у нас висели. Но это университет, это учиться надо. Конечно, когда я приехал, она, это моя преподаватель, она была прекрасно, она все преподавала, как надо. Поэтому очень быстро я начинал говорить правильно, но на 50% правильно по-русски. Больше всего студентов, которые приехали вот сюда, из каких стран больше? Ну, у нас в университете география большая, у нас приезжают ребята и из таких стран, как Египет, Марокко, Алжир. У нас есть ребята, которые из Израиля. В прошлом году у нас поступил студент из Англии, да, то есть география достаточная. У нас из Кот-де-Вуара студенты учатся, и еще вот страны, в прошлом году с вами кто учился, очень много было. Кот-де-Вуар, из Камеруна у нас очень часто приезжают ребята. Даже у нас один год поступали студенты из Бурундии. Вот были такие, они закончили. Помните, приезжал вице-президент этой страны? Он как раз заканчивал нашу академию. Мы хотим еще узнать, что такое красный диплом и как его получить? Красный диплом – это высшая оценка, которую можно получить как похвалу за обучение в университете. Красный диплом подразумевает, что студент будет учиться на «отлично». Все свои 5 лет или 4 года обучения он получает, скажем так, A или A+. Если на западной манере, если кто-то нас слушает, то есть grade A или A+. «Отлично» у нас называется. И у вас 95% ваших оценок должны составлять только пятерки. Отлично. Тогда это красный диплом. Он приветствуется, потому что работодатели, когда вы первый раз поступаете на работу, спрашивают, какой у вас диплом. То есть понимают, что вы были очень прилежным, ответственным студентом. Хорошо учились на протяжении всего периода и получили красный диплом. Но это дается нелегко. Я знаю. Но значит, надо держаться с начала года до конца. Да. То есть надо с самого начала войти в работу и до конца держаться на высоком уровне. Но какие плюсы имеет красный диплом для иностранных? Для иностранных студентов? Да. Ну, я думаю, что многие иностранные студенты возвращаются домой после обучения. И вот насколько мы знаем, я привела примеры вот этого вице-президента Бурунзи. Он был отличником, он получал красный диплом. Я думаю, что это очень хороший старт для продолжения своей карьеры у себя на родине. Ну, то есть вы приезжаете, это подтверждает то, что вы приехали с очень хорошим багажом знаний, вернулись в свою страну. Вы не были посредственным студентом, который учился на тройке там, да, а вы были прям отличным студентом, и преподаватели это оценивали. И в связи с этим у вас получился такой хороший результат в конце. А какие плюсы точно студенты, которые получают красный диплом, и у них есть здесь и жену, решится остаться здесь в России? Ну, смотрите, когда у нас студенты учатся на отличные отметки, во-первых, они получают стипендию. Если он поступает, конечно, на бюджетное образование, есть стипендия повышенная, то есть это получают только отличники. Я не могу вам точно сказать, сколько она составляет, это деканаты больше знают. Ну, а потом я говорю, даже здесь, если вы устраиваетесь на работу, первый раз, да, очень важно, что у вас хороший диплом, красный. Еще без разницы, ведь вы приехали к себе в страну или вы здесь, мы понимаем, что у вас достаточно серьезные знания, и вы трудились над этими знаниями. У вас хороший багаж, который вы можете применить на практике в дальнейшем. Вот, поэтому это хороший такой плюс, большой плюс для поступления на работу и продвижения по карьерной лестнице. Ребята, держите лайк и поставите вашу комменту, я буду все читать и отвечать, как я смогу. Вот, третий вопрос. Что такое аспирантура? Аспирантура, это третья ступень образования в России считается, то есть у нас сейчас есть бакалавра, да, программа бакалавриата, потом у нас студенты поступают в магистратуру, это очень похоже сейчас на западную систему обучения. И третья ступень, это аспирантура. Аспирантуру можно поступить только после того, как вы закончите магистрскую программу, то есть получить мастер-дегри и потом уже поступаете в аспирантуру. Аспирантура у нас три года обучаются студенты. По окончанию аспирантуры нужно защитить кандидатскую работу, которую вы пишете на протяжении трех лет со своим руководителем. Это научная уже работа, то есть вы в науке, вы ставите опыты, вы доказываете тот или иной аспект, который вы выбрали в изучении, и вы получаете степень, ученую степень кандидата наук. У нас в Академии это будет либо кандидат биологических наук, либо кандидат ветеринарных наук. Это, конечно, для тех больше, кто в дальнейшем будет работать в науке, очень важно, или кто захочет преподавать в дальнейшем в вузах. Это кандидатская ученая степень, очень сейчас необходима и приветствуется. Но такие кандидаты тоже, вы сами, я могу сказать, руководители, вы сможете тоже, рекомендуют они, вот они сколько команды или компаний здесь, фирма? Я думаю, что когда наши аспиранты уже начинают учиться в аспирантуре, они ставят всякие опыты в различных хозяйствах и в клиниках, и там уже их замечают и приглашают на работу. И вот красный диплом, это один, кстати, из показателей, чтобы поступить в аспирантуру. Все понятно. Я надеюсь, вы все понимаете. Если нет, пишите комментарии ваши вопросы, спрашивайте, и все нормально будет. Какая разница между аспирантурой и нормальным вузом обучения? Это разные ступени. Обучение, вот если у нас студент поступает на первый курс, он считается, это программа либо специалитета, если он учится на ветеринара, 5 лет, или программа бакалавриата. Вот у нас направление ветеринарно-санитарной подготовки, направление зоотехнии, да, там ребята учатся 4 года. То есть это первая ступень. А аспирантура, это все-таки больше в науку вы уходите, вы занимаетесь исследованиями, и вы получаете ученую степень. Это разные вещи. Вы не можете поступить сразу в аспирантуру, если у вас за спиной нет бакалавриата и магистратуры. Понимаете? Можно закончить магистратуру и спокойно работать, или бакалавриат. Все-таки в аспирантуру идут осознанно, понимая, для чего это тебе нужна, эта кандидатская степень, то есть что вы будете в науке. Конечно, когда вы кандидат в науку, у вас и зарплата становится выше, то есть даже если преподавать в УЗИ, в зависимости, потому что есть кандидат в науку, потом есть доктор в науку, это уже в докторскую надо писать. Все понятно.